Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, а также других наших докладчиков, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории». Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Егор Яковлев. Рад вас приветствовать на своем канале «Цифровая история». Мы продолжаем наш марафон, посвященный очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Константин Скиба, и мы поговорим об одном из самых ярких эпизодов битвы за Кавказ. Константин, добрый день! Здравствуйте, Егор! Рад вас приветствовать на нашем канале. Про что будем говорить? Ну, про Кущевскую атаку, про нее. Кущевская атака широко известна. Это легендарная страница истории Великой Отечественной войны. Но, насколько я знаю, в последние годы канонический взгляд, установившийся в советской историографии, на эти события пересматривается. Да, вы правы. Выходят публикации. Эта тема, можно сказать, выходит на новый источниковедческий уровень. Ну, вот давайте сначала расскажем о том, что, в принципе, такое Кущевская атака. Когда есть информация, вошедшая в советское издание, о том, что в сабельной рубке во время этого боя было уничтожено чуть ли не пять тысяч немцев. Что же там произошло? Хорошо. Ну, давайте начнем, как вы правильно сказали, с такого уточнения, что в этом 2022 году как раз выпадает юбилейная дата. 80 лет. С начала битвы за Кавказ. Буквально вот еще чуть-чуть. И прямо дата будет 25 июля. 25 июля как раз и считается первым днем битвы за Кавказ. То есть мы здесь, как говорится, укладываемся почти в один-в-один. Наша с вами встреча. Да, 80 лет. И, как вы совершенно правильно сказали, если говорить о начальном этапе битвы за Кавказ, ну, буквально мы только что обозначили, что это 25 июля, то 2 августа и случилась знаменитая Кущевская атака. То есть все очень хорошо укладывается в канву событий. Ну, а то, что 80-летний юбилей, то это лишний раз позволяет нам обратиться к этой теме и поговорить об этом более подробно. Но, если говорить о значении этих событий, то у нас с вами встреча подразумевает, что вы находитесь в Тольном городе Петербурге. Я нахожусь в Краснодарском крае. И для Краснодарского края, конечно же, Кущевская атака вдвойне важна, потому что она проходила на территории как раз Краснодарского края. И в местных СМИ, в региональных новостях она всегда присутствует, регулярно упоминается и так далее. Ну, а какая память чисто зрительная не есть, то через Краснодарский край проходит федеральная трасса на Кавказ из Ростова. И вот как раз буквально возле этой трассы в 1967 году в августе торжественно был открыт большой многометровый монументальный памятник. Казак на коне, то есть казак в таком прыжке, он как бы нависает над дорогой, его издалека видно. То есть это знаменитый памятник. И как раз на его цоколе есть такая характерная надпись, я ее процитирую. Здесь в августе 1942 года стояли насмерть, защищая оборота Кавказа, гвардейцы 4-го кубанского кавалерийского казачьего корпуса, удивив мир своей стойкостью и величием духа. То есть, ну, такая, ну, как бы, со значением надпись. Но это был уже достаточно далекий 1967 год. Ну, Константин, вот все-таки хотелось бы развеять какие-то мифы, да? Потому что в советской историографии, в популярной литературе приходилось читать, что бравые красные казаки порубали несметные полчища фашистов, там чуть ли не 5000 человек в одной атаке, что была разгромлена дивизия СС «Зеленая роза», которая никогда вообще не существовала. Это вот я могу точно сказать со всей ответственностью за свои слова. Что же там на самом деле-то происходило? Да, Егор, вы совершенно правы. Так получилось еще в советское время, а сейчас это продолжается, что вокруг Кущевской атаки собралось достаточно много различных исторических мифов. И перед тем, как мы их будем разбирать, давайте тогда мы их и немножко процитируем. Итак, как обычно это подается? То есть какие фразы, какие цитаты обычно мы можем услышать? Да, эта атака была легендарной. Казахист в конституции атаковали превосходящие силы немцев. Ну, то есть немцев было больше. За пару часов боя противника выбили из станицы Кущевской. Это тоже не совсем верно. А в сабельной рубке было уничтожено, и вот, как вы говорите, ну, там цифры разнятся. То есть иногда могут сказать скромно где-то 500 человек вражеских войск. Ну, а иногда, как вы правильно сказали, цифра доходит до 5000. Да, то есть до 5000 немцев было вырублено казаками в этой кавалерийской атаке. При этом еще говорится, что это были не просто там вражеские части, а там танковые. То есть там было множество танков. И тут уж, как говорится, фантазия несется дальше. Что казаки там на полном голубе подскакивали к этим танкам, закрывали своими бурками смотровые щели, там бутылками с зажигательной смесью, с горючкой там закидывали эти танки, поджигали их, превращали их там в факелы, то есть горящие. Ну, естественно, что в ходе этой атаки там были трофеи пленные, то есть что захвачены были пушки, минометы, до трех сотен человек пленных было взято и так далее. При этом, кстати, Егор, это тоже не такой интересный момент, часто упоминаются свидетельства немцев. То есть обычно цитируют какие-то дневники или письма немцев. Ну, или убитых, или попавших в плен. То есть, ну, как бы подкрепляя эти факты. Ну, вот опять же процитируем эти письма и свидетельства немцев. И вдруг перед нами появились какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Наверняка отсюда нам живыми не выбраться. Ну, то есть вот в таком стиле цитируется свидетельство самих немцев. Ну, и еще раз акцентируем на это внимание, что утверждается, что в Кущевской атаке нашим воинам противостояли огромные силы фашистов. В том числе, как вы правильно сказали, загадочная и никогда не существовавшая дивизия «Зеленая роза». Ну, кроме нее могут вспомнить, опять же, танковые части немцев. Иногда бригады войск СС. В этот список может еще входить первая горнопехотная дивизия вермахта «Идельвейс», которой, кстати, у Кущевской точно не было. Иногда казаки заодно рубают итальянские, румынские войска в перемешку с немцами. Ну, а, естественно, при этом наши потери скромно указываются, ну, где-то примерно человек 200. То есть мы порубили до 5000 немцев, при этом сами потеряли около 200 человек. То есть явное сокрушительное поражение немецких войск и, ну, наша громкая победа. Что было потом? Ну, опять же, если продолжать эти цитаты. Ну, потом 17-й кавалерийский корпус, как бы, организованно отступил на заранее подготовленные там позиции. То есть приказ командования был выполнен. Немецкое наступление на Кавказ было задержано на три, ну, иногда пишут, четыре дня. А как важны были эти лишние дни, ну, это лишний раз упоминается. За эти три-четыре дня другие советские войска успели занять новые оборонительные позиции на Кубани. Но, правда, при этом никогда не уточняются, где и какие оборонительные позиции были заняты. И здесь, как бы, акцент чаще больше делается на том, что даже, ну, не новые оборонительные позиции, а то, что вот благодаря этим дням, выигрышу, успели взорвать нефтяные промыслы Найкопа. Ну, то есть немцы не получили нефть. То есть казаки своей кущевской атакой лишили немецким вермахт нефтяных промыслов под Найкопом. Ну, может быть, там и Грозный Баку могут упоминаться, но, естественно, что ближе стоящие майкопские нефтяные районы. То есть вот так это дается. Вот так это воспринималось еще в советское время, ну, начиная с того же самого 1967 года. И так, в принципе, это продолжается до сих пор. Такая былина. Былина не в том смысле, что это быль, а именно былина, где превосходящим силам врага противостоит небольшая, но героическая группа людей, одерживающих в жесточайшем бою неожиданную и очень яркую победу. Да. То есть впечатление складывается такое. При этом сразу могу сказать, что о героизме мы будем говорить и не раз. Но это не подвергается. Естественно, ни малейшей степени пытаемся умолить героизма наших воинов, но все-таки правда дороже. Поэтому мы как раз и попытаемся показать, как вот реальный героизм был, ну, сочетался и реально был в тех событиях, но только с более правдивой точки зрения. Потому что, ну вот яркий пример, что когда начинаются сомнения, даже в советскую эпоху многие люди задавали такой вопрос, что вот мы слышим про какие-то полчища танков, что казаки их там забрасывают бутылками с горючей смесью, там запрыгивают на броню и так далее. Но, когда мы встречаемся с ветеранами 4-го гвардейского корпуса, а в том же 1967 году их было много, они еще были живы, бодры, участвовали во всех юбилейных мероприятиях. И, кстати, вот когда этот памятник казаку открывали, туда приехал еще живой генерал Кириченко, на его открытии присутствовали там сотни казаков, ветеранов 4-го корпуса. Естественно, что они много чего говорили, рассказывали, многие из них оставили мемуары. Ну, так вот, интересный факт. Никто из этих казаков, и уж тем более своих мемуаров, никогда не упоминал ни одного немецкого танка. Ну, которые якобы им встретились во время этой атаки. То есть, вот уже здесь у многих людей возникали сомнения. То есть, реальные участники событий ни о каких танках не говорили. А на страницах различных там изданий, там, получащие этих танков ездят взад-вперед в разные стороны. Ну, а казаки их, естественно, доблестно уничтожают. То есть, с этим надо разбираться. И здесь, кстати, Егор, ну, лишний раз давайте хорошим словом вспомним вашу деятельность. Потому что вы один из первых, которые показали, что как цифровая архивная революция, которая случилась за ближайшие годы, очень помогает нынешнему поколению историков как раз с этими мифами и разбираться. Естественно, что цифровая архивная революция, она очень сильно помогла исследователям, в том числе и по теме Великой Отечественной войны на Кубане, битве за Кавказ и по Кущевской атаке. На данный момент подоспел еще один мощный архивный источниковический пласт. Это немецкие архивы, это немецкие документы. Это очень важно, потому что если мы пишем о войне, то реальную картину происходившего мы можем понять только если смотрим документы с двух сторон. Вы совершенно правы, Егор. И естественно, что это не прошло незамеченным мимо нашего сообщества историков. Ну, я говорю о региональных историках. И буквально уже можно ознакомиться, она опубликована и есть в сети работа краснодарского историка Ильи Киселева, которая так и называется. Бои в районе станицы Кущевской 31 июля 4 августа 1942 года в документах Бермахта. И мы к содержанию этой статьи и к этим документам еще вернемся в нашем с вами разговоре. Илья Киселев замечательный историк. Мы с ним познакомились, когда выступали на одном мероприятии в Краснодаре. И с удовольствием будем рады тоже видеть его на нашем канале. Я надеюсь, в скором времени это произойдет. Ну, от себя могу сказать, что вы в городе Краснодаре о себе оставили добрую память. У многих людей, потому что я не присутствовал на этом мероприятии, но контактирую с ее участниками. И, конечно, в идеале, Егор, они вас с огромным удовольствием бы еще раз увидели в столице Краснодарского края. Ну, дай бог. Спасибо. Ну, я с удовольствием, будет возможность, приеду. Давайте для начала ответим вопрос, а что же это такая была за боевая часть подразделения 17-й казачий кавалерийский корпус, который впоследствии стал 4-м гвардейским. Осень 1941 года. На территории Краснодарского края начинается формирование так называемых кавалерийских добровольческих колхозных сотен. То есть вот такое название немножко растянутое. Ну, и на соседнем Дону, в Ростовской области, такие же подразделения, то есть колхозные кавалерийские сотни из добровольцев тоже формировались. И вот они-то как раз и послужили основой, на которой был создан 17-й казачий кавалерийский корпус. Как это происходило? Ну, по этому поводу Краснодарский крайком партии, ну, то есть, по сути, главный такой генерирующий орган на тот момент в крае, да и вообще, как бы, к сожалению, могу сейчас немножко отвлечься и сказать, Егор, что ныне как-то вот часто приходится слышать сомнения или мало упоминаний о руководящей роли Коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны, хотя это, ну, даже не подвергается сомнению, что это действительно так оно и было. Крайком БКП и вообще Коммунистическая партия приложили огромное усилие для того, чтобы победить войне, ну, и, естественно, сформировать вот этот самый 17-й кавалерийский корпус. — А вот скажите, пожалуйста, Константин, вот кто входил в эти сотни? Я читал о том, что это были люди такого уже зрелого возраста, старше 40 лет, и в значительной степени это были ветераны Первой конной армии, воевавшие в Гражданскую под водительством Семена Михайловича Буденного. То есть это были, ну, грубо говоря, красные кавалеристы, да, люди, которые поддерживали советскую власть. — Да, по сути, вы правы. Здесь, как говорится, добавить к вашей моей цитате ничего уже, как бы, и не стоит. Ну, единственное, может быть, процитировать пару документов, которые все это реально подтверждают. Итак, вот как раз цитата из одного документа, который сдал Краснодарский крайком 15 октября 1941 года. Он дает, ну, как бы, разрешение как раз на формирование средствами колхоза в крае, ну, то есть все должны были поставить колхозы и обмундирование, и коней, и снаряжение, ну, разве что вооружение должна была выдать армия. Хотя тоже вот интересный факт, что холодное оружие все-таки, опять же, своими силами изготавливали. И вот как раз средствами местными, силами местными надо было сформировать три казачьи дивизии в порядке добровольности. Из кого? Ну, было написано из числа казаков и адыгейцев, кстати, то есть адыгов. Ну, тогда, на тот момент, республика Адыгея не была отдельным административным образованием, как сейчас, а это была адыгейская автономная область, которая входила в Краснодарский край. Ну, то есть, по сути, здесь разницы не делалось, но вот это тоже важный момент. И ограничения по возрасту для них не было. Ну, по какому принципу? Что, ну, обычные люди были гораздо старше призывного возраста. Им было далеко за 40 лет. То есть, как вы совершенно правильно сказали, там, ветераны еще гражданской войны. Ну, исходили, да, если я правильно понимаю, исходили из того, что это люди с боевым опытом, физически сильные, выносливые и способные, хорошо знающие театр военных действий. Да, по сути, так оно и было. И пропорция была такая, что каждый район Краснодарского края и, ну, адыгейской автономной области должен был выставить сотню таких добровольцев. Хотя, когда пошел набор, количество желающих было гораздо больше. Например, многие районы писали, ну, сотня-то сотня, а у нас там 250 человек записалось. Ну, то есть, добровольцев было более чем достаточно. Ну, еще, как бы, было сказано, что край дает дивизии, ну, как бы, рядовой и младший командный состав, ну, сержантский условно. Ну, может быть, там, младшие лейтенанты, вот, на этом уровне все дает край. А вот более высокие командные должности часто это уже, как бы, была забота Красной Армии. То есть, для этого брались люди из строевых кавалерийских частей, ну, отзывались или из госпиталей приходили. То есть, верхушка командного состава этого корпуса, она была, ну, не из местных добровольцев. Это уже, как бы, были строевые командиры из Красной Армии. Давайте какие-то конкретные примеры приведем. Да, я понял вас, Егор. Но, вдогонку, могу сказать так. Вот вы правильно сказали, что это были ветераны, красные казаки времен Гражданской войны. Многие из них служили в Конной Армии Семена Буденова. Но это не значит, что среди них не было, например, так называемых белоказаков. Многие тоже были. То есть, да и в конце концов, не будем забывать, что многие люди в годы Гражданской войны, они успели повоевать и там, и там. Например, те же самые красные конники Буденова. Многие из них до этого, ну, и в Деникинской армии повоевать успели, а потом на Польский фронт пошли. Как говорится, начали зарабатывать, там, ордена боевого Красного Знамени там. То есть, биографии были смешаны. И вот как раз из числа таких людей и был самый упоминаемый, ну, в связи с Кущевской, так и человек. Это донской казак Константин Недорубов. Биографии которого был и банд полный георгиевского кавалера, и служба и у белых, и у красных. А потом он еще и немножко посидел, беломорканал копал, потом был освобожден. Ну, можно сказать так, что таких людей просто более тщательно проверяли. Но они тоже были в 17-м казачьем корпусе. А насчет биографии, ну, вот две типичные биографии. Ну, вот перед нами фотография. На ней казаки 1-го эскадрона 36-го кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии 17-го кавалерийского корпуса. Ну, то есть, полностью проследили цепочку их подчиненностей. Они сфотографировались в станице Роговской в мае 1942 года. То есть, незадолго до начала боев. Кто это такие? Ну, слева стоит Каморин Павел Назарович, 1899 года рождения. Казак из станицы Тимиргоевской. Свой орден боевого красного знамени, а на фотографии его видно, он получил в 1919 году за бои против белых варгейских банд. Он вступил добровольцем в эту колхозную сотню, вот в эту самую, которую мы упоминали, в сентябре 1941 года из своей станицы Тимиргоевской. Он воевал, он принимал участие в Кущевской атаке, а потом погиб в тяжелом бою недалеко от станицы Самурской, но это уже предгорье Западного Кавказа, то есть, те боевые действия, которые вел корпус после Кущевской атаки. Справа от него стоит старший сержант Савелов Афанасий Харитонович, 1896 года рождения. Ну, я лишний раз в год рождения упоминаю, чтобы наши зрители сразу просчитали, сколько было лет этим людям. То есть, это уже 45 лет, да? Да. Он был уроженцем станицы Петропавловской. Вступил добровольцем в Тимиргоевский тоже искандрон, тоже в сентябре 1941 года. Он выжил, он прошел всю войну, получил 4 награды. Ну, правда, был тяжело ранен в 1944 году в боях на территории Венгрии, но, тем не менее, вернулся домой. И после войны работал каменщиком в холдхозе имени Сталина, своей родной станицы Петропавловской. А я прошу прощения, про Афанасия Харитоновича известно, что он во время Гражданской войны делал? Про Афанасия Харитоновича каких-то наград за Гражданскую войну он точно не имел. Но оба эти человека, ну, скажем так, были красными казаками в годы Гражданской. Ну, просто у одного есть орден? Я понял. Да. Итак, ну, это две биографии, ну, можно сказать, типичные для казаков 17-го фалерийского корпуса. Но далеко не единственные, потому что часто в корпус ли воевать целыми семьями. И вот одну из таких семей, опять же, давайте увидим. На этой фотографии гвардии политрук пулеметного эскадрона Гордея Андреевич Зубенко, который родился в 1902 году, ну, на тот момент это был Сталинский район Краснодарского края. Сейчас это Крыловской район. На этой же фотографии его жена Евдокия Ильинишна, повар эскадрона. Рядом стоят дочь Наталья, пулеметчица, другая дочь Нинель, сам инструктор эскадрона, и самый младший сын Александр, тоже пулеметчик. Эту фотографию в свое время опубликовали многие советские газеты, об этой семье писали. То есть семья пошла целиком воевать за Родину. Все. В 17-й кавалерийский корпус. В том числе и они принимали участие в Кущевской атаке. Ну, а забегая вперед, можно сказать, что Гордей Зубенко погиб потом в бою 23 декабря 1942 года, когда уже не 17-й, а 4-й гвардейский корпус воевал в Ставропольских степях, ну, освобождая, уже по сути освобождая, готовясь к освобождению Северного Кавказа. Константин, а вот скажите, пожалуйста, чисто для уточнения, вот все-таки какой процент кавалеристов имел казачье происхождение? То есть, грубо говоря, кто из них были казаки, а сколько из них были казаками, да, потомками казаков, а сколько принадлежали к иногородним? Совершенно правильный и уместный вопрос, Егор. Могу сказать, что если смотреть, как сейчас происходит, ну, вот обсуждение различных тем, связанных с Великой Отечественной войной, с участием кубанских казаков и не только казаков в Великой Отечественной войне, то вот эта вот тема, то есть, какой был процент природных, потомственных, так называемых казаков в советских казачьих кавалерийских частях, да и вообще, ну, Красной Армии, он очень такой, знаете, злободневый. Его часто поднимают, обсуждают, но, правда, эти все споры или обсуждения часто заканчиваются ничем. Проблема вот в чем. Что в советских официальных документах, ну, например, там, в личных делах красноармейцев или в каких-то отчетах, никогда такого подсчета не проводилось. То есть, такой графы, вот казак человек или не казак, не было. Ну, конечно, они по национальности, да, все писались русскими, по всей видимости. Такой, ну да, такой статистики не употреблялось. Вот это как бы, ну, усложняет все это. Но это не значит, что, ну, все, как бы, мы ничего не можем ответить на вопрос. Можем. Почему? Потому что здесь нам могут помогать различные косвенные источники. Например, мемуары. Когда человек сам о себе, ну, рассказывал. Я родился, там, в такой-то станице, в казачьей семье, да. То есть, ну, тут все понятно, да. То есть, мемуары, воспоминания, факты из биографии. Ну, то есть, когда часто люди все-таки упоминали свои казачьи корни. То есть, зацепки есть. Но, все-таки, на данный момент ни один из историков не написал никакой серьезной статьи, и уж тем более монографии, на тему, а сколько казаков настоящих, точнее природных, потомственных было в частях Красной Армии. Мы можем оперировать примерными процентами. Не один я, когда вот пытался ответить на вопрос, ну, какой же был процент потомственных казаков в советских частях, то ответ, наверное, будет такой. Что гораздо, ну, гораздо больше половины, это точно. И цифра может крутиться примерно в районе 70-75%. То есть, 70-75% личного состава советских казачьих кавалерийских частей имели казачье происхождение. А вот я уточню, Константин, ну, вот этот 17-й кавалерийский корпус, он же не назывался казачьим, это именно кавалерийский корпус. То есть, там слово казачье отсутствовало. Ну, так или иначе, оно появилось. То есть, его название, это вообще, как бы, знаете, вот, ну, длинное, часто полностью не упоминается. А если начинают упоминать, начинают и добавлять. Например, иногда добавляют слово «добровольческий». Да, он, по сути, был добровольческий, но в официальном названии этого слова не было. Формировался он достаточно долго, ну, то есть, несколько месяцев. И все-таки, когда он уже все-таки, вот, ну, сформировался, ему было, как бы, он стал официальной строевой частью в составе Красной Армии, название было такое. 17-й кубанский казачий кавалерийский корпус. А, то есть, официально появилось. Но при этом, при всем, половина казаков в 17-м кубанском казачьем корпусе были донские казаки. И мы это сейчас упомянем. Ну, а если все-таки завершить этот момент, ну, почему все-таки, там, ну, примерно 70-75%, а не 100, ну, или хотя бы 90, то, вообще-то, есть одно достаточно простое и логичное обоснование. Казаками были рядовые, младший комсостав. Старший комсостав часто казаками не был. Ну, то же самое генерал Кириченко, ну, не имел никаких казачьих корней. И многие старшие офицеры тоже. Но, еще можно вспомнить, что были в корпусе технические специалисты. Ну, в первую очередь, можно вспомнить артиллеристов, пушкарей, да. А там тоже процент казаков был ниже. Почему? Ну, специальное образование, военные училища. То есть, артиллеристов направляли в корпус тоже по принципу, неважно, кто ты казак, не казак. Просто вот по разнарядке нужно там в дивизионную артиллерию, в полковую или в корпусную нужны кадры обученные. Ну, те же самые офицерский состав. Все, вперед, пошли. Например, в Краснодарском крае любят вспоминать человека, героя Советского Союза, который провоевал в четвертом, ну, в смысле, в первом, в 17-й, потом четвертый, вот этот самый наш кавалерийский корпус. Это Евгений Костылев. Он был уроженец города Краснодара. Ну, правда, ну, как уроженец, он был житель Краснодара, а родился он в городе Москва. А большую часть жизни прожил в Краснодаре. После войны он преподавал в местном сельскохозяйственном институте. Ну, то есть, это был образованный человек, который по призыву попал в артиллерию и командовал истребительно-противотанковым артполком в четвертом корпусе. Он не был казаком по происхождению, по рождению. Ну, это уже, как вы понимаете, мое мнение, моя точка зрения, что казака казаком делает война. Константин, а можно каверзный вопрос я задам? Вот интересно, а почему тогда такой низкий процент иногородних, добровольно вступивший в этот корпус? Потому что, ну, ветеранов-то и первоиконной армии было достаточно иногородних. Сам Семен Михайлович Буденный-то был иногородним, он казаком не был. Кроме того, насколько я могу судить, после Октябрьской революции, ну, все-таки состоялось некое перемешивание между иногородними и казачьими семьями. В чем причина того, что добровольцами оказались именно потомки казаков, а не потомки иногородних? Ну, Егор, хороший вопрос. Прям, знаете, вот как бы очень хороший, но тянет, знаете, на целую отдельную передачу. Поэтому постараюсь вкратце, но постараюсь. Итак, во-первых, вы упомянули, что перемешивание было. Оно началось еще во второй половине 19 века, когда на Кубань хлынул мощный поток переселенцев, крестьян иногородних. Да, ну, это эпоха Великих Реформ, отмена крепостного права и так далее. И поэтому, например, уже к революции, ну, к Первой мировой войне, 1917 год, 60% населения Кубани были иногородними, а казаки были уже всего 40. А если почитать различную литературу, те же самые казаки обычно говорят так. Мы уже там семьи смешанные, у нас часто в станице, например, полстаницы это иногородние, мы с ними часто уже роднимся. И поэтому процесс этот шел уже давным-давно. Да и в конце концов, вот я сижу тут перед вами, типичный пример такого процесса. Потому что по своим бабкам, ну, бабушкам, у меня там все хорошо с казачьими корнями. Да. А вот по своим дедушкам, а по своим дедушкам, там, ну, скажем так, как их называли на Кубани, иногородние хохлы и иногородние кацапы. А если говорить дальше, уже, ну, не о смешении, а вот вы упомянули там конную армию Буденова и так далее, могу сказать, что в 20-30-е годы на территории Северного Кавказа и Кубани ведь были так называемые территориальные части, в том числе и кавалерийские. И вот если брать документы 20-30-х годов, то там пишется так, что в кавалерийских частях территориальных, куда брали всех подряд, то есть там, ну, не было, что вот только берут казаков, но в кавалерийских частях процент казаков доходил до 70%. Обратите внимание, что совпадает. Ну, и естественно, что таким людям, которые идут добровольно служить в кавалерийский корпус, нужны были соответствующие навыки специфические. Все-таки это кавалерия. У тех же самых потомственных казаков все-таки навыки эти были. Умение обращаться с конем, умение обращаться с шашкой и так далее. То есть им было проще. Но это не значит, что иногородних не было в нашем корпусе. Они были. Но опять же, конечно же, таким людям нужно было иметь вот эти самые навыки обращения с конем. Вот один из таких людей. То есть, ну, одну биографию упомянем. Значит, это у нас 55-летний Александр Иванович Жуков, которого все воспринимали как крепкого, старого такого казака, колоритного. Ну, судя по фотографии, тут все, как говорится, присутствует. Но мало кто знает, что этот крепкий старый казак на самом деле казаком не был. А в свое время в молодости служил в Лейб-гвардии в Уланском полку. А потом еще и в годы Первой мировой войны был призван и тоже воевал. Ну, и, естественно, не в казачьих частях, не в казачьем полку. А потом, просто после революции, гражданской войны, жизнь так сложилась, что он проживал на территории Краснодарского края. И когда, ну, был как бы брошен клич о формировании добровольческого казачьего корпуса, он на него пришел служить. Ну, старый Улан, с конем обращаться умеет, поэтому все понятно. Кстати, пришел служить вместе со своей женой. То есть, она там санитаркой стала, он стал воевать, воевал доблестно, хорошо, проявился в боях достойно, за что и потом, в 1943 году, был награжден Орденом Красной Звезды. То есть, вывод, какой мы можем сделать, что иногородние, так называемые иногородние, в корпусе были, но все-таки большая часть была из потомственных казаков. Одна из причин – это кавалерия. Нужны определенные навыки. Ну, вот мы поговорили про казаков иногородних, а вы еще упоминали адыгов. А сколько адыгов было? Да, были. Потому что в составе корпуса одно из подразделений, ну, целый кавалерийский полк, сформирован был на территории Адыгейской автономной области и соседних районов Краснодарского края. Изначально он вообще так и назывался – Адыгейский добровольческий кавалерийский полк. И, кстати, именно он-то и участвовал в Кущевской атаке. Просто на момент атаки он уже назывался 29-й казачий-кубанский, ну, а те же самые адыги продолжали в нем служить. И в Кущевской атаке приняли активное участие. Например, вот этих, ну, скажем так, гвардий казаков из Адыгов, ну, потому что звание-то какое было в казачьем корпусе, вместо рядовой часто говорили казак. А когда он стал гвардейский, ну, появилось название гвардии казак. Но только эти гвардии казаков звали, например, Рамазан Потоков, Аслан Тугус, Хизир Дауров и так далее. Или вот один из них, опять же, можно его рассмотреть внимательно на фотографии, это кубанский адыг Яхья Азашиков, уроженец Аула Хакурина Хаббель. Политрук 1-го эскадрона, вот этого самого 29-го каверийского полка, он в Кущевской атаке зарубил 6 немцев и застрелил одного офицера, как было написано в его наградном листе. И в августе 1942 года, ну, когда было массовое награждение, значит, всего корпуса, он был награжден орденом боевого красного знамени. То есть, вот такие люди, кубанские адыги, воевали в нашем подразделении, и их было достаточное количество. Ну, я попрошу пару слов сказать про, собственно, командующего корпусом, генерал-майора Кириченко Николая Яковлевича. Ладно, продолжаем. Ну, во-первых, когда же все-таки корпус сформировался окончательно? Ну, дата его формирования считается 4 января 1942 года, ну, то есть с октября началось, и вот в январе следующего года закончилось. В итоге в него вошли 4 кавалерийские дивизии. Две кубанские, они получили номера 12-я и 13-я, и две донские, под номерами 15-я и 116-я. Сперва командовал корпусом генерал-майор Михаил Федорович Малеев, ну, потом в силу он там в июне 1942 года получил ранение, убыл на излечение в тыл. И в командование вступил вот знаменитый генерал-майор Николай Яковлевич Кириченко, который казаком по рождению не был. Но, как многие о нем писали, говорили, он до такой степени проникся духом казачества, что, ну, наверное, даже больше, чем некоторые из казаков. И даже потом, в последующее время, часто именовал себя генералом казачьих войск. Ну, на самом деле, в Красной Армии такого рода войск не было, но, как говорится, пафос в этом присутствует. Да, генерал казачьих войск Николай Яковлевич Кириченко. Вот как раз под его командованием корпус воевал. Принял участие в Кущевской атаке, а если точнее, он принял свое боевое крещение. Потому что вот вступил в бой как раз наш корпус в это время. В июле-августе 1942 года на рубежах реки Ея, в районе станиц Старощербиновская, Канеловская, Шкуринская и Кущевская. Ну, то есть корпус воевал не только под Кущевской, на таком, ну, достаточно обширном участке фронта. Это было его, повторюсь, боевое крещение. Командовал корпусом генерал Николай Кириченко. И потом он им командовал еще достаточно продолжительный срок, вплоть до 1943 года. И только в 1943 году его заменили на не менее легендарного Иссуплиева. То есть вот этот определенный период Кириченко командовал нашим подразделением. И, ну, можно сказать, что потом вот своей памяти, такой вот, ну, такой нити связи с корпусом он не порывал. Когда в августе 1967 года отмечалось очередной юбилей Кущевской атаки, он приезжал в Краснодарский край, он присутствовал на открытии памятника. Есть большое количество фотографий, где показаны вот те эмоции, та радость, те переживания, когда казаки, уже старые ветераны, опять встретили своего, ну, командира. То есть там эмоции, ну, искренние, там хорошо все видно на фотографиях. Хорошо, ну, давайте уже перейдем к самой Кущевской атаке. Вот какая стратегическая ситуация сложилась накануне этого события, да? Какое место эта атака играла в общей фронтовой ситуации? Ну, что ж, вкратце об этом скажем. Да, действительно, что такое 1942 год, начало 1942 года в истории Великой Отечественной войны? Ну, во-первых, здесь, наверное, нужно вспомнить самое начало. Может быть, даже январь 1942 года, если не ошибаюсь, а здесь, Егор, если что, вы меня поправите. Постараюсь. Что как раз в январе 1942 года вышел знаменитый приказ Сталина. Суть как, ну, его суть была такова, что благодаря мощным успехам Красной Армии, ну, в первую очередь, битва под Москвой, он поставил перед Красной Армией такую задачу, что 1942 год должен стать годом изгнания немцев с территории СССР. К сожалению, как мы теперь понимаем, силы были переоценены. И в силу этой переоценки, наверное, произошли те тяжелые, ну, по сути, даже катастрофические поражения Красной Армии под Харьковом, в Крыму, ну, и на других участках фронта. Но нас больше интересует юг. И вот это, наверное, и спровоцировало те успехи немецкого вермахта на южном участке фронта, которые были ими задуманы. И поэтому как раз летом 1942 года здесь и сложилась крайне тяжелая обстановка на южном участке фронта. И несмотря на то, что, конечно, Красная Армия упорно оборонялась, она просто так не отступала, но тем не менее все-таки немцы ворвались на Кавказ. Когда это произошло, ну, такая дата, 24 июля 1942 года. Немецкие войска уже во второй раз, ну, потому что первый раз это им удалось на короткий срок в ноябре 1941 года, захватывают Ростов-на-Дону. И на следующий день, 25 июля, они уже начинают свое форсированное наступление на Кавказ. И мы уже упоминали, что как раз эта дата, 25 июля, и считается первым днем битвы за Кавказ. Что было дальше? Ну, дальше, наверное, уже вовсю немцы принялись осуществлять свой план БЛАУ. Мы прекрасно с вами знаем, что главная цель плана БЛАУ немецкого – это нефть, кавказская нефть. Да, еще такой интересный факт, что, об этом тоже не стоит забывать, что к тому моменту Советский Союз примерно 90% своей нефти получал с Кавказа. То есть нефтепромыслы Майкопа, Грозного и Баку давали, ну, по-моему, 90% нефти всего Советского Союза. Поэтому эта нефть была жизненно важна не только немцам, но и нам. Ну, то есть их была задача захватить, наша была задача не допустить. Да, если кто не знает, Сибирского нефтяного района еще не существовало, да и нефть была еще не разведана. Поэтому основная нефть Советского Союза добывалась на Кавказе. Соответственно, с потери этого района и Советский Союз терял бы источники нефти. Ну, и не даром, в конце концов, достаточно известный немецкий автор Бильгельм Тике, который сам участвовал в битве за Кавказ, а потом написал книгу об этом, назвал ее с очень таким, ну, конкретным названием, да, что «Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942-1943 год». Ну, и, естественно, конечно же, не взорвались. И здесь им обстановка благоприятствовала, потому что Красная Армия, ну, понеся тяжелые потери, ну, скажем так, пытаясь сдержать наступление немцев в предыдущий период, уже мало какие силы и резервы имела к 25 июля. То есть, как писали сами, ну, авторы наши, ну, и исследователи этой темы, ну, и, опять же, архивные документы теперь широко доступны, что, да, наши части были обескровлены, часто не хватало, ну, вооружений, сопротивляться натиску немца было очень сложно. Ну, опять же, немножко отвлекусь, приведу такой пример, что части Северо-Кавказского фронта, которые потом обороняли, ну, направление, ну, на Краснодар и там Новороссийск, горячий ключ, у них элементарно не хватало, ну, тех же самых танков, артиллерии. А если была артиллерия, то боекомплекта не было. То есть, выстрелят там, ну, 5-6 снарядов, все, а больше стрелять нечем. То есть, были проблемы. И вот в такой ситуации, вот в такой обстановке и вступил в бой наш 17-й казачий кавалерийский корпус. Вот в таких обстоятельствах. Если говорить конкретно, ну, описывать вот саму Кущевскую атаку, то это, ну, наверное, будет так выглядеть, что 31 июля 1942 года немцы уже добрались до рубежа реки Ей, на которой как раз и стояла станица Кущевская. И здесь наступала немецкая 73-я пехотная дивизия. Наступала достаточно успешно. И вот 31 июля она и смогла выбить из станицы Кущевской, которая, кстати, об этом, ну, тоже как-то мало упоминает, что Кущевск – это важный железнодорожный узел. То есть, до сих пор вот какие-то, ну, вот нынешние железные дороги, которые ведут с Кавказа в центральную Россию, так или иначе, они, ну, зациклены и зацеплены на Кущевский железнодорожный узел. Естественно, немцам это было очень важно. И вот как раз 31 июля немцы, 73-я пехотная дивизия, смогли выбить из станицы Кущевской наши воинские части, которые ее обороняли. Это была 216-я стрелковая дивизия. Ну, и что было бы дальше? Дело в том, что речка Ея, ну, это был определенный рубеж обороны. То есть, вокруг степь, ну, от Ростова до, ну, от Дона до Кубани, вообще каких-то серьезных, таких вот географических рубежей для обороны особо нет. Поэтому, кстати, можно отвлечься и вспомнить, что Семен Буденный, ну, командующий Северо-Кавказским фронтом, в принципе, достаточно быстро предложил Верховному командованию отвезти войска как раз на рубеж Кавказского хребта, ну, и там сдерживать немцев, потому что, ну, понятно было, что на этой ровной, как стол, Кубанской степи серьезных рубежей обороны не выстроить. Но задержать немцев было надо. И вот как раз речка Ея, она, может быть, не такая и, ну, там, глубокая, глубокая, широкая, но она была заболоченная. И преодолеть ее немцам было, ну, не так уж и легко. И вот как раз на рубеже Еи, ну, не только в Кущевской, ну, и там по соседству, и другие станицы, которые мы упоминали, там, Шкуринская, Канеловская и другие. И советские части решили задержать немецкое наступление. Но проблема какая? Многие станицы, они стоят как? Речка течет посередине. Ну, то есть по центру. И, соответственно, если станицы захвачены, значит немцы уже что? Они уже перешли на другой берег. Уже захватили какой-то плацдарм и могут наступать дальше. То есть их уже не сдерживают эти заболоченные берега. То есть дальше вермахт рванет более быстрыми темпами. То есть вот почему, как бы, бой за станицу Кущевскую был гораздо более важен. То есть если на других рубежах немцам немцев еще удавалось сдерживать, ну, вот эта речка, вот эти болота, камыши, плавни, там еще как-то, ну, получалось, отбивались немецкие атаки. А здесь уже они прорвались. Все. Они уже пересекли этот водный рубеж, создали плацдарм для последующего наступления вдоль железной дороги. Ну, естественно, там моторизованные части, все остальное, артиллерийская поддержка немцев, здесь это все быстро подтянули. То есть угроза была в этом. Ну, и, естественно, видя такую ситуацию, сюда, на этот рубеж Ликеи, и были направлены части 17-го калерийского корпуса, который, кстати, до этого момента охранял побережье Азовского моря от возможного немецкого десанта. Ну, которого не случилось. Немцы ворвались на Кавказ сухопутным путем, как мы уже понимаем, через Ростов, через Донские степи. И вот как раз оперативно 17-й корпус перебросили сюда. И, по-моему, мы уже упоминали, что это было боевое крещение корпуса. То есть до этого он в боевых действиях не участвовал. Корпус сосредоточился. А какие-то части подошли к станице Кущевской. Какие-то части заняли оборону, например, возле станицы Шкуринской или станицы Канеловской. Но, опять же, все это река Ея. То есть это вот этот самый оборонительный рубеж. Но наиболее опасный и угрожаемый участок была Кущевка. Вот почему про нее, ну, и говорят, и вот почему эта самая атака. Итак, 31 июля, я сказал. Закончилась 31 июля, наступила ночь. С 31 июля на 1 августа 1942 года. Войскам 17-го корпуса была задача выбить немцев из Кущевки, ликвидировать этот власть даром. Что они попытались сделать? И сперва это делали казаки 15-й Донской кавалерийской дивизии. Ну, то есть, как бы, не те части, которые участвовали в конной атаке. Но все-таки наш корпус. Итак, они пешим порядком, ну, то есть спешились, и ночью организовали атаку на станицу Кущевскую. В результате этой ночной атаки им удалось ворваться в передовые немецкие траншеи. То есть, ну, в принципе, в чем-то она была удачная. Но утром, когда расцвело, немцы пошли в контратаку. И здесь у нас, как говорится, не хватило силы резервов, чтобы удержать эти позиции. Пришлось воинам 15-й Донской дивизии отступать. Ну, в принципе, как бы, они отошли на те самые рубежи, которые занимали перед атакой. Ну, это где-то 3-5 километров от станицы Кущевской. То есть, вывод. Первая атака на Кущевскую была казаков в Донской дивизии. Пешим порядком. В ночь с 31-го числа на 1-го августа. Потом пришлось отступить. То есть, вот это, как бы, первый этап боев за станицу Кущевскую. И, кстати, такой, ну, может быть, не совсем приятный момент. Я уже упоминал, что немцам удалось выбить из станицы советскую стрелковую дивизию под номером 216-м. Она тоже отступила и тоже дислоцировалась рядом с казачьим корпусом и тоже должна была участвовать в этой ночной атаке. Но она в ней участия не приняла. То есть, не поддержала. Ну, может быть, это и было одной из причин, что казакам пришлось отступить обратно. Ну, а что было дальше? А дальше была как раз вот эта, та самая конная атака, о которой мы, собственно, и должны поговорить. Итак, то есть, как мы поняли, дальнейшее продвижение немцев, ну, от Кущевской дальше, могло серьезно ухудшить положение 17-го корпуса. Ну, то есть как? Немцы вклиниваются в его оборону, бросаются в танковые моторизованные части, разрывают оборону, ну, потом прорываются вперед, окружают наши части, ну, и так далее. То есть, действия немецких танковых моторизованных линиев, их классика, которую часто они использовали в 41-м и 42-м году. Ну, возникает угроза окружения частей корпуса. Генерал Кириченко принимает решение, что два полка из состава уже не 15-й Донской, а 13-й кубанской казачьей кавалерийской дивизии должны совершить ночной 40-километровый марш из района станицы Ленинградской. Им дается в поддержку танковая бригада. Ну, на тот момент, правда, в ее составе уже было всего 13 танков, но, тем не менее, все-таки поддержка. И вот этими силами надо было уничтожить противника в станице Кущевской, чтобы ликвидировать эту угрозу прорыва дальше. То есть, вот эти части, ну, вот эти полки 13-й кавалерийской дивизии приняли участие вот в этой знаменитой конной Кущевской атаке. А если говорить конкретно, два полка. Правда, в дивизии было три, но еще один полк не участвовал в ней. Он на другом участке фронта был задействован. Итак, два полка. Это 29-й, который носил неофициальное название адыгейский, ну, мы уже его поминали, да, он формировался за счет населения адыгейской автономной области. Другой полк был 32-й. И его неофициальное название было Курганинский, потому что в составе Краснодарского края был Курганинский район. Ну, станица Курганная, ныне город Курганинск. И вот как раз эти два кавалерийских полка и должны были в ходном строю атаковать противника ранним утром 2-го августа, причем в 5 часов утра. Еще такие нюансы, что эти части должны были поддерживать. Например, вот та самая 15-я кавалерийская донская дивизия, которая тоже, ну, стояла возле Кущевской, занимала оборону, ей передали все тяжелое вооружение, прибывшие полки, ну, то есть, сгрузили там свои пулеметы, артиллерию, ну, все, что могло отягощать, да, передали донским казакам, и им была поставлена задача поддерживать своим огнем конную атаку и в пешем строю тоже атаковать станицу Кущевскую. Кроме этого, вот эту самую многострадальную 216-ю стрелковую дивизию в очередной раз обязали все-таки помочь, ну, тоже наступать на Кущевскую, ну, и какая-то артиллерийская поддержка тоже должна была осуществляться. Например, на железнодорожных путях возле станицы Кущевской находились два дивизиона бронепоездов, которые, ну, своим артогнем должны были поддержать эту атаку. Что касается авиации, то, ну, с авиацией на тот момент, в тот день, ну, скажем так, все было грустно у нас, то есть, авиационной поддержки, ну, не было предусмотрено. Итак, вот мы подобрались с вами, Егор, к раннему утру 2 августа 1942 года, когда эта атака и, ну, началась. Широко известно, что редко все идет по заранее намеченному плану. Что пошло не по плану в данном случае? Да, война это такое дело, как вы совершенно правильно сказали, Егор, что по плану война идет очень редко. В нашем случае, в принципе, получилось точно так же. Можно сказать, что, к сожалению, получилось не по плану. Итак, что же пошло не по плану? Первая причина. Вместо раннего утра, я упоминал 5 часов, атака началась гораздо позже. В 11 часов утра. То есть, фактор внезапности, ну, явно уже был утрачен. Почему так случилось? Ну, я уже сказал, что в ночь перед атакой эти два кавалерийских полка должны были совершить 40-километровый марш. Ну, от одного населенного пункта, станицы Ленинградской к Кущевской. Естественно, что такие вещи, ну, по плану не проходят. Части запоздали. Ну, там подвела ориентировка, незнание местности. Короче, на заданные рубежи к 5 утра полки не вышли, а вышли гораздо позже. Ну, как пишут в мемуарах, часто, ну, как часто, в смысле, некоторые из казаков начали высказывать сомнения, что, ну, наверное, атаку стоит перенести на следующий день. Но этого не произошло, командование решило атаковать, но уже, как говорится, при ярком солнечном свете днем. Вторая причина, артиллерийская подготовка, потому что все-таки у корпуса была, ну, там, своя артиллерия, там, и полковая, и дивизионная, и корпусного уровня, да, артиллерия была, она должна была поддерживать наших конников. Но, раз сами конники запоздали с выходом на позиции, наши артиллерийские тоже опоздали. И поэтому наши пушкари расставили свои пушки на нужных рубежах, тоже с большим опозданием, но обычно говорят так, что они заняли свои позиции уже тогда, когда конница пошла в атаку. То есть, вывод, предварительной артиллерийской подготовки не было. А она, естественно, всегда нужна. Третья причина. Танковая бригада, вот здесь грустнее всего, вот здесь печальнее всего. Танковая бригада, которая должна была своим огнем, там, гусеницами, маневром, всем остальным обеспечить конную атаку кубанских казаков, двинулась в бой настолько медленно, что казаки ее обогнали. Ну, ладно, обогнали, понятно, что там средняя скорость танка, средняя скорость кавалериста, может здесь какая-то была несогласованность, но главная проблема была не в этом. Дело в том, что когда атака началась, немцы, естественно, все видели уже прекрасно и начали осуществлять сильный заградительный огонь. минометы начали крыть, артиллерия начала работать немецкая, пытаясь, ну, отсечь наступление, остановить его, ну, в первую очередь они работали под танком, в первую, конечно же. И, как пишут участники этой атаки, произошло следующее. Когда начался вот этот сильный заградительный огонь из минометов и пушек, танки вообще остановились и начали пятиться назад. Ну, то есть, можно сказать, бросили кавалеристов в самый разгар этой атаки. Ну, правда, не будем как бы уж сильно сгущать краски. Скажем так, что потом, в ходе дальнейшего боя, все-таки несколько танков ворвалось в станицу, приняло участие вот в этом бою, но все-таки в памяти казаков запечатлелось больше первое, что самый нужный момент боя танкисты оставили конницу без поддержки и отступили. То есть, вот это была, наверное, главная проблема. И, кстати, давайте процитируем, как это все видели сами казаки, да, то есть, участники казаки. Вот один из участников, командир саперно-подрывного эскадрона лейтенант Михаил Ильич Фекло, ну, уроженец Кубани, кубанский казак. Вот как он писал это в своих мемуарах. В это время позади нас взвели сигнальные цветные ракеты. Наша лесополоса кончилась. Но это, кстати, на тему того, что где сосредоточились казаки перед атакой. То есть, в лесополосе. Ну, там, в кукурузных зарострах, условно. Дальше прямо перед нами было поле. А справа насколько было видно Бахча. Ну, то есть, получается, перед самой станицей, какие тут поля, огороды, вот это и нужно было преодолеть в ходе атаки, чтобы ворваться на немецкие позиции. Наши танки пошли в атаку, ведя пушечный огонь. Соколов, командир 29-го адыгейского полка, майор, подозвал Головащенко, это был заместитель командира полка, и сказал, Илья, подай команду. Набрав воздух, он зычным голосом подал команду. Шашки в бою, двумя эшелонами, уступом влево, дистанция 30 метров. За родину, за Сталина, в атаку марш. Ну, и ринулись лавой казаки. Первый эшелон за танками, немного левее их, а второй немного позитив по кукурузе с задачей прочесать ее. Ну, вдруг там немцы есть. И вот он, что пишет дальше. И вдруг впереди танков на всем бахчевом поле появились перволетки султанчики взрывов, а потом возник огненный смерч. Плошная завеса рвущихся снарядов и мин. И произошло непонятно. Танки, наши танки остановились перед этой завесой, потом развернулись и стали уходить назад. Творилось что-то непонятное. Никогда ничего подобного я потом не видел за всю войну. Ну, то есть, ветеран говорит, что вот случай, чтобы танкисты бросили и не поддержали, ну, такого, он говорит, в моей боевой биографии практически не было, а в тот раз случилось, к сожалению. Ну, пишет дальше, что в это время по всему полю ни один казах не остановился, не повернулся пять за танками. Казаки молча сцепив зубы, шли в этот огненный смерч. И казалось, что ничто живое не в состоянии проскочить эту огненную завесу. Но казаки шли, проскочили ее и добрались до бугра, где была построена оборона противника, а за ней уже была станица Кущевская. Тогда огонь немцев сразу сник, и началась рубка. Ну, то есть, мы достигли позиции немцев и начали их рубить. То есть, вот так описал саму эту конную рубку, сабельную атаку, которую мы с вами, Егор, упоминали, один из ее участников. Но, правда, уточним, мы это уже упоминали, что атаковали станицу не только два полка в конном строю. В наступление пошла и 15-я Донская кавалерийская дивизия в пешеном составе, ну, в смысле, в спешеном виде. Она тоже вела наступление на Кущевскую и тоже на нее, ну, как бы, на ее окраины ворвалась. Но, как бы, дальше уже в реальности было не так, как описывали, ну, вот мы вначале цитировали вот эти все еще советские эпохи моменты. Дальше было не так. Ну, то есть, обычно говорится так, что станицу заняли, немцев выбили, разгромили, уничтожили. На самом деле, ну, скажем так, что, да, в нашей части станицу ворвались. Около часа, там, ну, час-полтора, где-то так, там велся бой, который разделился на какие-то отдельные очаги, да, ну, там, по улицам станицы скакали казаки, рубили подвернувшихся немцев, два-три танка ездили, там, вели огонь, там, давили гусеницами. В пешен строю казаки, там, по улицам рассыпались, там, вокруг все, взрывалось, горело и так далее. Но, все-таки, взять станицу наши части не смогли, им пришлось отступить. Основная причина, немцы, ну, быстро перебросили в станицу дополнительные резервы. И, кстати, что это были за резервы? Это была, были части состава подошедшей немецкой четвертой горно-пехотной дивизии. Это не Эдельвейс, но это, ну, грубо говоря, дивизия Эдельвейс, это первая горно-пехотная дивизия вермахта, это четвертая. Вот откуда родились легенды, что казаки Эдельвейс дивизию рубали под станицей Кущевской. Да, это были горные части вермахта, но другие, ну, другое подразделение, условно говоря. Итак, то есть, немцы подкинули резервы, эти резервы смогли, ну, заставили наши части отступить на те рубежи, которые они занимали перед атакой. Ну, и в том числе потому, что для развития нашего успеха, как потом часто писали, ну, в различных там донесениях наши командиры, что вот, а у нас резервов не было. То есть, мы на окраину станицы ворвались, мы начали вести бой, немцы ввели резервы, тут бы нас бы поддержать, а некому. Поэтому нам пришлось отступить. То есть, в конечном итоге наши части из Кущевской отошли. Командование приняло решение отойти на заранее занимаемый рубеж и его плотно удерживать дальше. То есть, вот такой, по сути, итог, ну, реальный итог Кущевской атаки. Известно ли немецкие потери? Вот сколько в реальности было уничтожено живой силы противника? Ну, скажем так, мнение по этому поводу наших, ну, наши документы есть, ну, и немецкие документы мы, в принципе, тоже упомянем. Но, сперва, как перейти к описанию этих потерь, давайте все-таки вот еще раз обозначим, что все-таки главная причина, что какого-то сильного успеха достигнута не было, это отсутствие резервов и отсутствие нормальной поддержки. Ну, и артиллерийской, и авиационной, и так далее. И вот, кстати, один из примеров, что 216-я стрелковая дивизия в очередной раз не поддержала атаку казаков, а что касается артиллерийской поддержки, то я уже упоминал о двух дивизионах бронепоездов, ну, это получается суммарно четыре бронепоезда, 16 артиллерийских орудий калибра там 75-76 миллиметров. Это, ну, как бы тоже должно было бы сыграть определенную роль, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Во-первых, два бронепоезда ушли на ремонт, осталось два, ну, то есть восемь пушек. Дальше, им сказали, командованию бронепоездов, что атака будет в пять утра. Они в пять утра произвели огневой налет. Они выпустили 250 снарядов по Кущевской. Но, как мы знаем, атака началась гораздо позже. Тем более, стреляли они с предельной дистанции. Близко подойти к станице, точнее, ближе подойти к станице не могли, потому что наши саперы уже повзрывали там, ну, железнодорожные пути, и поэтому ведение огня с предельной дистанции, Егор, как вы понимаете, ну, не сильно эффективно. Поэтому огневой налет по станице был произведен не в то время и не в том объеме, в котором было надо. Что касается танковой бригады, ну, о ее роли мы уже сказали. Да и вообще, вот по сути, видимо, танкисты должны были быть главной ударной силой в атаке, да? Николай, неизменно. То есть они должны были поддержать наступление танков. В результате вышло все наоборот. А какой-то разбор полетов был по итогам? Ой, какой разговор полетов был и очень грустный, кстати. И вот, спасибо, Егор, что сказали. Давайте я об этом чуть подробнее скажу. Итак, значит, надо сказать, что это танковая бригада, которую называют то Маяковская, то Орловская. То есть, что это за двойное название? Поясним. Дело в том, что личный состав, это были в основном курсанты Орловского танкового училища. Ну, понятно, эвакуированного, то есть, которая там уже давно покинула город Орел. И вот, их перебросили в город Майкоп. И в городе Майкопе на основе этого Орловского танкового училища сформировали танковую бригаду. Вот почему ее иногда называют Орловская, а иногда Майкопская. И нельзя сказать, что она была какая-то там, ну, трусоватая, что ли, плохо воевала. Нет, этого нельзя сказать. Согласно документам, вот в предыдущих боях, которые развернулись с конца июля 42-го года, ну, то есть, перед Слущёвской атакой, в районе населенных пунктов Берёчий, Задонский, Калиновка, Молодьба, ну, это, грубо говоря, вот там, Ростовская область и Краснодарский край нынешний, вот это начало битвы за Кавказ. Бригада себя очень хорошо показала. Она, ну, хорошо воевала. Ну, там, люди гибли, несли потери, но воевали доблестно. И вот поэтому как раз ко 2 августа и всего и осталось 13 боеспособных танков в этом подразделении. И мы уже сказали, что часть танков всё-таки ворвалась в Кущёвскую и вела там бой. И вообще за этот день, ну, 2 августа 42-го года, танкисты потеряли 80 человек. А безвозвратные потери техники это 4 танка Т-34 и 3 танка БТ. Ну, то есть воевали нормально танкисты. Но их за эти бои не наградили. Например, командовал бригадой полковник Вармашкин. Так вот, наградной лист на него был подписан командованием 17-го корпуса и даже Северокавказского фронта. Но вот начальник автобронетанкового управления Красной армии генерал-полковник Федоренко этот наградной лист не утвердил. И вот тут как раз мы и скажем, почему не утвердил. Ну, как мы понимаем, это нерешительные действия танкистов в начале Кущевской атаки, а также факт расстрела майора танкиста, который командовал этой атакой. И вот об этом мало кто знает. Но об этом есть сведения. Мы уже упоминали Михаила Ильича Пекла. Ну, как он описывал эту атаку, он лично в ней участвовал. Так вот, он в своих мемуарах рассказал эту правдивую историю. Вот как это было. Он говорит, я был свидетелем, как расстреляли командира 2-го танкового батальона, который был назначен старшим в атакующей группе танков после Кущевской атаки. Мы нагнали группу всадников, впереди которой ехал командир дивизии полковник Миллеров и командир дивизии Шипилов. Последний был очень возбужден. В очках металлической оправе с клинком в руке засохшей кровью, которую он не вкладывал в ножны. Он говорил Миллерову, как он увлекся в этой атаке, как он рубил, ну еще там что-то рассказывал, я уже не расслышал. Миллеров был очень бледен, глаза вбалились. Он рассеянно слушал комиссара, смотрел влево-вперед в лесопосадку, где выстроились наши танки и их экипажи. Вдруг он вытащил пистолет и когда поравнялся с танкистами скомандовал майор, ко мне. Крепко сбитый крепыш небольшого роста, сперва бегом, потом четко печатая шаг, подошел к Миллерову, напоминаю, что это командир 13-й нашей дивизии, которая принимала участие в этой атаке, успел только сказать, товарищ полковник, Миллер его перебивает фразой, майор, вы предатель, и разрядил в него всю обойму из пистолета в упор. То есть вот так вот произошло. Эмоционально, без разбирательства, но офицер был расстрелян. И, кстати, интересный факт, что вот я сказал, что в 2012 году вышла книга «Легендарная Кущевская Талка», я сказал, что там были использованы архивные материалы, ну, как бы, все серьезно, но вот этот факт в книге был опущен. В случае малоприятный, я с вами согласен, но все-таки, Константин, а вот этот факт известен только по воспоминаниям пекла, или есть какие-то документальные доказательства тому, что такое произошло? Есть и другие воспоминания, не только одного человека, ну, то есть, это факт реальный, это точно, это точно. Ну, просто, ну, нельзя это назвать самосудом, но это, ну, безразбирательность было осуществлено на такой вот, эмоциональном фоне, потому что командир дивизии в атаке потерял своих людей, танкисты, ну, не поддержали, ему подвернулся под руки, ну, и человек был расстрелян. Да, это все достаточно странно, потому что подобный акт должен был повлечь за собой разбирательство какое-то, то есть, ну, не мог пропасть человек просто так, то есть, наверняка об этом стало известно командованию, и потом это должны были обсуждать вышестоящие инстанции, соответственно, должен был остаться документ оборот. Согласен с вами, Егор, ну, не то чтобы в защиту оправдания этого факта, могу только сказать следующее, это произошло 2 августа 1942 года, а вы, Егор, ну, наверное, нашим уважаемым слушателям и зрителям лишний раз напомните, а что произошло 27 июля 1942 года, за несколько дней до этого. Ну, понятно, ни шагу назад. Да, был отдан соответствующий приказ, и я думаю, что недавно отданный приказ, он вот тут, наверное, свою роль и сыграл, потому что формально это танкисты подпали под действие этого приказа, да, несомненно. Ладно, давайте продолжать дальше. Итак, атака случилась, произошла, а теперь, как вы, ну, сказали правильно, поговорим о потерях, ну, то есть, какие были потери, ну, реальные, там, или фактические, или газетные, об этом. Итак, ну, конечно же, когда произошла Кущевская атака, сама по себе, как ее часто, знаете, называют, одно из последних кавалерийских сражений, классическая, ну, конная атака, там, рубка, то есть, ну, это было достаточно яркое событие, о котором быстро прознали фронтовые корреспонденты. То есть, быстро эти события попали на, газетные полосы. В частности, одна из таких статей, которая называлась «Воевать, как воюют казаки под командованием генерала Кириченко», была опубликована в газете «Красная звезда» уже 22 августа 1942 года. Процитируем несколько ее, ну, абзацев. «Только величайшая стойкость в борьбе, непрерывные контрудары по наступающим войскам противника, истребление его живой силы и техники могут остановить немцев, сорвать их планы. Именно так бьются с врагом донские и кубанские казаки под командованием генерала Кириченко. Они показывают пример, как нужно вести войну с немцами. Больше месяца сражаются казаки на своих родных местах и наносят врагу огромные потери. Многие тысячи фашистов вырублены прославленными казачьими клинками, сотни немецких танков и орудий уничтожены доблестными конниками». Сейчас немного отвлекусь и скажу, что, ну вот, если говорить, откуда же взялись рассказы про пять тысяч порубленных немцев, ну, можно сказать, что этот как бы пафос зародился как раз вот в этих газетных статьях. То есть, вот на этой волне как раз и пошли рассказы о тысячах уничтоженных немцев. Ладно, цитирую дальше. «На днях на участок фронта, занимаемый кавалеристами, немцы подбросили несколько пехотных полков, 12 артиллерийских и 15 минометных батарей. Положение садовось весьма напряженное. Утром два кавалерийских полка, поддержанные танками, пошли в атаку». Ну, как мы понимаем, речь идет о Кущевской атаке. Ну, то есть, не называется ни место, ни дата, ну, как говорится, энская часть, энский полк. Застем вот и врасплох враг был обращен бегство. Казаки, которыми командуют генерал Кириченко, служат примерами для всех защитников юга. Так должны вести войну с немцами все части Красной армии. Остановить немцев на юге можно, их можно бить и разбить. Это и доказали наши казаки. Все. То есть, Егор, вот вы, как бы, как вы считаете, главный посыл статьи какой. Ну, собственно, то, что вы сказали, в последних строках немцев можно бить и разбить. Да, то есть, это, ну, не самим казакам была статья адресована, а тем разрозненным, часто, ну, не то чтобы паническим, но спешно отступающим частям Красной армии, которые откатывались под набором немецких войск. Потому что, если кто-то бился, сопротивлялся, а кто-то панически отступал, и вот эта статья для них, как, знаете, такая мантра, психологическая установка. Даже если не панически отступал, а просто отступал, понятно, что любое отступление, оставление территории, население всегда понижают боевой дух, и необходимо было его повысить примером вот такой героической, сверхгероической победы, и, соответственно, так это и описывали в фронтовой прессе, и так надо было делать, потому что пропаганда это отдельный род войск во время войны, тут ничего не поделаешь. Да, согласен с вами, пропаганда поработала, цель была благая, но вот эти самые тысячи уничтоженных немцев тут и появились. Правда, здесь можно сравнивать это, ну как, различные источники, например, первый, газетные публикации, хорошо, есть другой источник, знаменитая, ну как знаменитая, кто в курсе, письмо полковника Баргадина, ЦК ВКПБ, ну то есть главные органы, которые он написал. Что это такое вообще? Что это за история? Да, действительно, в свое время, а именно 28 октября 1942 года, ну то есть уже как после каких-то, ну определенного там периода, события, то есть не сразу, но тем не менее, заместитель командира 17-го Калерийского корпуса полковник Бартадин отправил в Центральный комитет партии письмо, ну, докладную записку свою, что он в этом письме пишет. Он утверждает, что результаты боя за Кущевскую искажены, наши потери преуменьшены, а немецкие завышены, вся организация наступления была плохо продумана и еще хуже осуществлена. И рапортами об успехах командования корпуса по сути решило скрыть полный провал всей операции. Ну, здесь речь идет в первую очередь о Кущевской атаке. В результате этой атаки, ну, как пишет Бартадин, наши части Кущевскую не заняли, противник остался на занятых им позициях, а мы, кстати, уже знаем, что это правда. Потери корпуса составили 400 человек убитыми и ранеными, утрачено около 200 лошадей, ну, в смысле, убито, пропало и так далее. Со стороны противника максимум 100-150 зарубленных и покалеченных, 3 человека пленных, трофеи 6 мулов, 5 автоматов. А всего по фронту Кущевская, Шкуринская, Канеловская, ну, то есть, я рассказывал, что корпус держал оборону по реке Еи, но не только в районе Кущевской, да, уничтожено не более 500-600 немцев, плен взято 13 человек. Ну, то есть, вот так написал Бардадин. Дальше он пишет, что а в донесениях командования корпуса в штаб фронта, ну, северокавказского, ну, здесь, как бы, так или иначе напрямую как бы обвиняется генерал Кириченко, что это он инициировал завышение потерь. Было доложено, что, значит, казаками было зарублено 5000 человек и взято в плен 300 человек. Ну, и Бардадин, естественно, говорит, что это далеко не соответствует действительности. И, кстати, я обычно никаких ссылок не приводил, ну, каких-то там сносок, потому что это, ну, не тот формат, да, но могу сказать, что, если кому интересно, пожалуйста, Центральный архив Министерства обороны, фонд 43, опись 11536, дело 135, ну, листы там 1, 2, 3. То есть, да, это все можно почитать, в интернете скачать эту самую докладную записку. Также в письме есть информация о несправедливо награжденных, в частности, речь идет о штабных машинистках и фельдшерах, которые получили медали, там, за боевые заслуги, а не за то, что они участвовали в боевых действиях. Ну, то есть, вот так вот. То есть, ну, не то, чтобы Бардадин сдал командование, но, тем не менее, он доложил достаточно такие неприятные вещи наверх. Было инициировано расследование, ну, такое, разбирательство, и надо сказать, что не все, но многое подтвердилось. Ну, о чем написал Бардадин. И, кстати, опять же, забегая вперед, я уже упоминал, что генерал Кириченко на посту командующего корпусом сменил Исаплиев, да? А почему сменил? Одна из причин была сказана, что иногда генерал Кириченко любит прихвастнуть, преувеличить немецкие потери, иногда значительно преувеличить немецкие потери Кириченко может. Это было не главное обвинение, но оно звучало. Ну, Константин, давайте все-таки постараемся объективно подвести итоги этой атаки. Что говорят о ней немецкие документы? Скажем, но при этом еще скажем, ну, приведем еще пару таких примеров, каких, что значит, газеты мы обозначили, письмо Бардарина обозначили, но давайте так скажем, он все-таки был эмоциональным, в чем-то излишне эмоциональным. Нельзя сказать, что он сводил счеты, но какие-то обиды у него были явно. Тем более, обратите внимание, не сразу написал, а в конце октября. Почему? А почему не сразу? Поэтому возьмем другой документ для сравнения. Это журнал боевых действий 13-й кавалерийской дивизии. Ну, то есть, та самая дивизия, те самые части, которые участвовали в этой атаке. Вот как там было все описано. Атака продолжалась до 14 часов 40 минут, ну, то есть, с 11 утра до почти 3 часов дня, и было пройдено 9 километров глубину обороны противника, считая от исходного положения дивизии, ну, то есть, на момент начала атаки. Ну, здесь, наверное, Егор, потому что если они за несколько километров находились перед атакой, да, то, ну, получается, что как бы 9 километров, тут на самом деле не 9 километров, это, ну, продвижение по немецким позициям осуществлялось. 29-й полк и часть 32-го полка вышли непосредственно к позициям минометов и противотанковой артиллерии противника. Ну, то есть, подразумевается, что передовые траншеи конники проскочили, потому что минометы и пушки, ну, но из-за отсутствия резервов в дивизии дальнейшее наступление пришлось остановить. Кроме того, противник из-за отсутствия в небе нашей реакции сумел перебросить из тыла свежие части пехоты в основном вооруженные автоматами. Ну, то есть, вот, немецкие автоматчики резервы нам все испортили. В результате атаки на поле боя было уничтожено до 400 немецких солдат-офицеров. Взято 3 радиостанции и 25 мулов. Вот, кстати, мулы упоминаются. Почему мулы упоминаются? Наверное, потому что это горнопехотные части вермахта. Вьючные животные вот для этих горных условий. А также до 40 человек пленных, но, правда, большинство которых при выходе из боя казаки порубили. Ну, в смысле, убили. В этом бою дивизия потеряла убитыми начало 42 человека, младшие команды состав 64 рядовых, 64 человека, рядовых 188 человек. Среди них был погибший командир 29-го полка Соколов. В лошадей убитой пропало без вести 420. То есть, вот, смотрите, на мой взгляд, Егор, более реальная обстановка, да? Немцев уничтожили примерно 400 человек, но и сами понесли потери в районе 400 человек. То есть, как говорится, счет матча 1-1. Ну, как вы считаете, победой назвать можно или как? Ну, зависит от результатов. Зависит от результатов. То есть, если были сорваны какие-то планы немцев, да, и это помогло выиграть время, то это, безусловно, победа. Если это ни на что не повлияло, кроме вот этих потерь в живой силе, то, то, наверное, нет. Я здесь с вами соглашусь, Егор, потому что дальше, как мы будем излагать события, здесь как бы все исходится, потому что как бы заранее поставленной задачей, ну, там, взять Кущевскую, выбить из Кущевской немцев, отбросить немцев, этого достигнуто не было. Но немецкое наступление было остановлено. Немцы какое-то время топтались на этих рубежах, и, ну, я сейчас, конечно, стал забегать вперед, я об этом скажу. То есть, вывод какой? В своих выводах вы, в принципе, правы. Но, тем не менее, все-таки вас интересуют немецкие потери. Ну, и вообще... Меня интересует, как это все виделось глазами немцев. Да, то есть, упомянуты нами документы немецких войск. Итак, немецкий взгляд на Кущевскую этапу. Для этого у нас теперь есть оперативные документы соединений и различных, ну, каких-то воинских подразделений вермахта. Ну, во-первых, группа армий А, это один уровень. Потом 17-я полевая армия, да. Ну, и так далее, вплоть до документов 4-й горно-пехотной дивизии вермахта. Во-первых, что отметили немцы, что в районе Кущевской и Шкуринской, ну, я напоминаю, что 17-й корпус держал оборону по реке Ея не только в районе Кущевской, а и соседней станице тоже там, Шкуринская, Канеловская и другие. То есть, вот на этом рубеже обороны немцы пишут, мы столкнулись с серьезными трудностями. Это раз. но, к сожалению, все-таки, ну, как бы, ну, не знаю, все-таки я говорю к сожалению, ставшая легендой в нашей отечественной историографии Кущевская конная атака, если смотреть в масштабах всей немецкой армии 17-й, а уж тем более группы армии А, этот бой остался фактически незамеченным. То есть, ну, на таком уровне. Если анализировать дальше немецкие документы, то видно, что 2 августа 1922 года немецкие войска сумели устоять под ударами советской кавалерии. А это мы уже знаем. То есть, все-таки Кущевские наши войска не взяли, немцы подбросили резервы и удержались на своих позициях. Однако, повторяющиеся раз за разом атаки, они сорвали немецкие планы по быстрому прорыву немцев с Кущевского плацдарма дальше. Ну, то есть, рвануть дальше вперед на юг, там, на Краснодар, на Майкоп и так далее. Ну, вот, Константин, это я ответ на ваш вопрос. Победа это или нет? То есть, война, она нам штафиркам представляется как череда каких-то грандиозных успехов или, наоборот, фиаско поражений. А на самом деле война, это вот такое вязкое, долгое перетягивание каната, где не грандиозные победы и поражения все решают, а решают выигранные очки, причем количество этих очков очень часто не очевидно сразу после непосредственного боевого действия. Вот, и в данном случае вот было выиграно время, были выиграны какие-то силы, да, сорваны какие-то немецкие планы, и в конечном счете и накопление вот таких вот маленьких успехов, оно, на мой взгляд, и привело к победе 9 мая 45-го года. Продолжаю вашу мысль, Егор, с которой я согласен. Итак, немцам не удалось, как говорится, быстро продвигаться дальше. Их остановили на этом рубеже. Не распили, но остановили. Дальше. Да, они не смогли прорывать советскую оборону, потому что отойдя из Кущевской, ну там, на 2-3, сколько там, километров, как мы упоминали, на те рубежи перед атакой наши части там заняли прочную оборону. Немцы ее прорвать не смогли, ну уже в свою очередь. Они фактически топтались на месте, ну вот, да, эти дни. Потом они стали пробовать на прочность нашу оборону в других местах. Ну то есть пытались обойти. Не в районе Кущевска уже пытались наступать, а в других местах. То есть вот такой был итог Кущевской атаки. Это было 2-е августа. Что было дальше? Дальше было 4-е августа 1942 года, когда немцы обнаружили, что наши войска сами отходят. Ну то есть наши войска начали отходить. Сами, самостоятельно. К вечеру практически везде с ними контакт был утерян, хотя немцы пытались их преследовать даже в полной темноте. То есть ну по сути казаки оторвались от преследования и исчезли, пропали. Немцы их потеряли. Почему так произошло? Ну ответ в принципе достаточно банален. Дело в том, что если нашим казакам на вот этом рубеже оборону удавалось держать, то на соседних рубежах этого не получилось. То есть соседи 17-го корпуса, части 18-й советской армии, которые находились справа от корпуса, они отступили далеко уже на юг под натиском 5-го армейского корпуса вермахта, в составе которого, кстати, были более серьезные части, там и танков хватало, и механизированных частей было много. То есть получается, что казакам пришлось отступить, потому что соседи отступили, обнажили фланги, ну и вот до угрозы окружения и всего остального. То есть вот по сути так для немецких войск, ну и наших советских войск, закончилось сражение на рубеже реки Ея, которое осуществлялось в районе станицы Кущевской, Канеловской, Шкуринской и других. А есть какие-то воспоминания с немецкой стороны о Кущевской атаке? Кстати, да, Егор, очень своевременный вопрос, потому что мы часто цитировали нашу сторону, мемуары казаков, а что же могли и вообще писали ли немцы о событиях 2-го августа? Ну, могу сказать, что явно написали. Например, если мы возьмем 4-ю горнопехотную дивизию вермахта, а вот как раз на них-то и попала вот эта конная атака вот на эти части 13-й нашей Кавдивизии, то бой 2-го августа в официальной стереографии этого полка был отмечен. И он эту книгу написал отставной генерал-лейтенант вермахта Браун, который писал о тяжелых боях на рубеже реки Ея и о том, что горные стрелки понесли напрасные потери в этом сражении. Почему напрасные? Ну, потому что они же горные стрелки, их нужно было беречь и использовать для горной войны, а вот тут они попали под раздачу. И многие погибли, свои горные навыки, не применив потом. Ну, такой как бы подача была. Ну, дальше он, конечно, описывал, что 4-я горно-пехотная дивизия вот на этом Кущевском плацдарме разворачивалась и отражала многочисленные русские контратаки. Ну, в принципе, все сходится. Да. Подчеркиваю, что Егеря испытали на себе конную атаку. Да. Также упоминалось, что она была при поддержке танков. Ну, то есть, все сходится. Ну, правда, там мы знаем, что в саму Кущевскую ворвалось всего несколько танков, но все-таки ворвалось. Ну, и дальше описывалось, что конники, наши конники, сумели достичь немецких боевых порядков, просочиться в немецкий тыл, но в итоге все-таки отступили назад. То есть, получается, что здесь какого-то противоречия нет. Ну, существенного такого, заметного. Может, у наших слушателей и зрителей сложится такое мнение, что мы, как вы знаете, в бокового угла ставили немецкие документы, что вот это непререкаемый источник, ему нужно верить на 100%, но это же не так. То есть, к ним стоит относиться тоже критически, потому что они не должны для нас являться абсолютной истиной. То есть, оперативные документы вот такого фронтового порядка, составленные в горячке боев, часто на коленке, они грешат различными искажениями. Вот, кстати, Егор, вы смотрели наш разбор боя 37-го ковполка под деревней Федюкова? Да, да, да. Вот там яркий пример. Командир горячки боя написал не то, что было на самом деле. И все, донесение ушло и стало истинным. А нам удалось доказать, что в реальности было не совсем так. Наверное, здесь та же самая картина. Константин, а вот я хотел бы задать вам вот такой вопрос. Все-таки мы вот с вами когда начинали говорить, мы упомянули, что несмотря на более скромные успехи по сравнению с пропагандистскими заявлениями по итогам боя сразу, в этом сражении был проявлен героизм со стороны советских кавалеристов. Вот, можете ли вы привести примеры такого индивидуального героизма в рамках Кущевской атаки? Так, ну, примеров, конечно, много. И глаза разбегаются. Да, самый знаменитый и самый известный участник этих событий это, ну, на тот момент 52-летний донской казак Константин Недорогов. Ну, если так вот зайти в интернет, набрать, ну, это первая фамилия, которая выскакивает в сочетании с Кущевской атакой. Рассказы о нем, конечно, самые разные, можно почитать, но, кстати, его иногда вот в эту конную рубку, вот эту вот кавалерийскую конную атаку помещают и говорят, что он лично уничтожил 70 фашистов. На самом деле, Константин Недорогов в конной атаке никакого отношения не имел, поскольку служил не в 13-й кубанской дивизии, а вот в той самой спешенной 15-й Донской, которая даже раньше воевала за Кущевскую начиная с 31-го июля. Вот там как раз он свой героизм и проявил. Ну, вот как, например, написано в его наградном листе, что в бою возле железнодорожной насыпи, а я напоминаю, что Кущевская это, ну, ЖД-узел важный на Кавказ, попав в окружение, огнем из автоматов и ручными гранатами вместе со своим сыном Николаем, он уничтожил до 70 фашистских солдат и офицеров. Ну, то есть, героический поступок, да. Кстати, это был момент, когда, ну, наши казаки отступали после броска ночного на Кущевскую и раненый сын остался. И потом Дорубов очень переживал, потому что, ну, сына не удалось вынести, но, как говорится, Бог спас, местные жители раненого сына Николая подобрали, он остался жив. И потом, с огромной радостью, потом, через долгое время Недорубов об этом узнал. А после этого он и другие подвиги свои совершал. Например, во время боев уже в горах и при горах Кавказа он совершил несколько ярких героических поступков. То есть, здесь, как говорится, ну, все было очень доблестно. Но, могу вспомнить, что в августе, если я не ошибаюсь, 25 августа, по-моему, 1942 года произошло массовое награждение участников Кущевской атаки. Несколько сотен человек получили награды. Ну, командиры, там, политработники, рядовой состав был награжден орденами и медалями. Среди них было много казаков-ветеранов. Например, два кубанских казака из 32-го Курганинского казачьего колейского полка. Это казак Каменев, ему было 57 лет, и казак Грачев, ему было 62 года. Вот в этой конной сабельной рубке они зарубили каждые три вражеских солдата, ну, проявили еще там героические поступки, участвовали в этом бою, и они были награждены орденами Ленинам. И таких человек было много. Много. И, кстати, ну, как-то не довелось сказать, но теперь скажу, женщины, девушки, санитарки, санинструктора проявляли массовый героизм в Кущевской атаке, и потом тоже были награждены медалями, ну, там, за отвагу, за боевые заслуги, орден Красной Звезды, то есть подвиг наших женщин тоже был в этих событиях. Однозначно. Однозначно. И, кстати, ну, может быть, уже в завершении, могу сказать, что вот если 25 августа произошло массовое награждение, да, кстати, на тот момент уже, ну, казаки воевали там в горах, предгорьях, обороняли Туапсе, то буквально через пару дней, 27 августа, газета «Правда» опубликовала приказ Наркома обороны СССР о присвоении 17-му казачьему корейскому кубанскому корпусу и от частям звания гвардейских. Вот тогда-то он и стал четвертым гвардейским кубанским казачьим каверийским корпусом. Ну, а в дальнейшем продолжил свой боевой путь вплоть до победного мая 45-го. Но, я так понимаю, об этом мы поговорим как-нибудь в первый раз. Да, с удовольствием поговорим. Спасибо большое, Константин. Очень интересная тема. И у нас на канале еще пока не появлялись видео про битву за Кавказ. Вот это вот в некотором смысле не только ваш персональный, но и такой тематический дебют. Я очень рад, что мы эту тему тоже начинаем освещать. Спасибо вам за возможность такую. Дай бог, продолжим. Спасибо. До новых встреч. А на сегодня все, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok